Сборная России и Португалии не так давно играли в группе в отборе к чемпионату мира 2014 года. Тогда команды обменялись минимальными победами. И что гораздо важнее, по итогам того турнира Россия получила прямую путевку в Бразилию, а португальцы отправились в стыки. В Бразилии, впрочем, обе команды сыграли неудачно и не вышли из группы. Товарищеский матч сборных нас с вами ждет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И мы видим графику с составом команды хозяев поля. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Вот такой состав и в такой расстановке сегодня сыграют гости. Тренер решил одного из полузащитников опустить глубоко вниз. Еще на футбольном жаргоне такого футболиста называют пылесос. Да, довольно-таки осторожное, я бы сказал, практичное решение. Первый удар по мячу и игра началась. Фаналду тащит мяч вперед. Хорошая игра защитника, чисто сыграно. Тушсантуш Авееву. Надежно сыграно, жаль мяч не у него остался. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Алексей Мирочук чуть не точно в перекладину мяч попал. Ну, конечно, напрашивается спор, кто лучше Криштиану или Месси. Но, пожалуй, мы сегодня с тобой эту тему развивать не будем. Согласен. Давайте просто полюбуемся игрой одного из самых неординарных и одаренных игроков последнего времени. Дамы и господа, мистер Глянец, Криштиану Роналду. Криштиану Роналду! Относительно легкий мяч для вратаря. Судья показывает, что будет у главы. Глянец, Криштиану Роналду бьет. Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Будет у главы. А вот и повтор опасного момента. Ну, это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Александр Саменов. Игорь Смольников. Посмотрим за этой атакой. Атака остановлена, но кто получит мяч? На вес. Душ Санту Шавейру. Удар в перекладину. Игорь Смольников. Александр Саменов. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Ударище просто. Перекладина. Удар будет от ворот. Камбар. Головин. Федор Смола. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Красиво сыграно. Алексей Мирочук. Мимо ворот пролетает мяч. И эту атаку можно считать завершенным. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Криштиано Роналду. Все верно, пора сместить акцент атаки. Итак, у нас аут. Алексей Мирочук. Роман Шишкин. Атака остановлена, но кто получит мяч? Мяч, отлично сыграно, надо решать. Мяч потеря. Головин. Перехват мяча. Есть шанс убежать в отрыв. Какая техника. Как он обращается с мячом? Вот. Кадр Смолов. У нас появляется лидер в счете. Согласитесь, уважаемые зрители, что вот именно такие голы очень хорошо отсматривать на повтор. Спокойно, красиво, технично. Просто на загляденье. Один ноль в нашей игре. Андре Гомес. Может получиться интересная атака. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Потери. Все, в оборону. Миранчук. Пока неплохо. Великолепная игра в пас. Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Вильям Карваль. Андре Гомес. Бить надо. Варежба Бернардо. И это шанс сравнять счет. Вернее, был шанс сравнять счет. Нарушение очевидное. И судья может показать карточку. Не ожидал я, честно говоря, такую игра от этого парня. Умеет ведь моментов создавать. Реализует их опять же. И вот такая, с позволения сказать, глупость. Да, знаешь, очень странно он себя повел. Думаю, тренер тоже находится в недоумении. Алексей Миранчук. Алексей Миранчук. Блестящий счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Защитник перехватывает этот на весь. Тем временем соперник перехватывает мяч. Виктор Вася. Глушаков. Смолов. Три минуты добавлено к основному времени. Жоу Марио. Это может быть опасно. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Шишкин. Атака остановлена. Но кто получит мяч? 1-0 после первого тайма. Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали. Отличный отбор. Но мяч-то кому достанется? Посмотрим за этой атакой. Пас с фланга. Защитник хорошо разобрался. Не дал пройти этому навесу. Великолепно исполненный пас в разрез. Рафаэль Геррейро. Рафаэль Геррейро. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Мяч летит в штрафную площадь. Надо сравнивать. Забивай. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Мяч вынесен подальше. Отворот опасный сменовал. Это угловой. Защитник надежен. Разрядил обстановку. Дал возможность передохнуть своей команде. Сейчас мы увидим замену в команде хозяев. Да, будет остановка и кто-то из игроков покинет поле. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо. Но надо же голы забивать. Жао Марио. Не точно. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Ветри этих матчей сыграно. в последние полчаса игры смог товарищ Лайнсман, а вы уверены, что вне игры все-таки было, а? тут может что-то получиться и вот-вот на поле появится свежий игрок, замена у гостей будет ну и посмотрим, что принесет эта замена Денис Глушаков Седрик отлично сыграно, надо решать удар, опасно не догонишь соперника, если будет бить мимо ворота не догонишься, это же Замену проводит тренер-хозяев Посмотрим, кто покинет поле Это может быть опасная атака Нужно бить поворотом Ну а здесь кого винить Только себя любимым Получает мяч на ходу Отлично сыграл защитник Прервал фланговую атаку Примассированной обороне Всегда легче и правильнее Атаковать фланг Защита надежно играет Мяч отобран И вот процент владения мячом Нам показывает Практически идентичные показатели у Кам Эдер Да, похоже, этот футболист Если служил в армии То точно не в артиллерии Да, Георгий, промахи Действительно бывают разные Чаще всего их даже можно объяснить Но вот в данном конкретном случае Наука бессильна Ну и техника, наверное, тоже Игорь Смольник Четверть часа еще играть командам До конца основного времени матча Федор Смолов Мяч отобран чисто Ну-ка, кто к нему успеет первым В замену проводит тренер гостей Посмотрим, кто покинет поле Как он работает с мячом Всех обыграл Нужно было бороться за этот мяч Нужно было выходить Нужно было рвать соперника То есть дистанцию Он так и поступил Очень здорово сыграл Полностью с тобой согласен Прекрасный пас Опасно И как опасно пробил И снова Еще один шанс Еще одну возможность упускают Это уже даже не смешно Знаете, здесь просто плакать хочется Ну, знаешь, Георгий Вот по теории вероятности Что-то, может быть, сегодня и залетит Когда-нибудь Но хватит ли этого для победы Вот в чем вопрос И им позарез нужно забить Так что это тактическая замена Абсолютно оправдана Субтитры сделал DimaTorzok Александр Саменов Мяч покинул пределы поля Да, над входом мяча из аута Им явно стоит еще поработать Александр Саменов Мяч будет введен из аута Перейра Жуао Маутинь И так у нас аут Денис Глушаков Саменов Отобрали мяч у соперника Теперь можно начинать свою атаку Стадион захлебнулся буквально в эмоциях Непередаваемый накал Ключевой момент игры сейчас наступает Да, тут либо пан, либо пропал Поэтому эмоции и бьют через край Это может быть опасно Характерным жестом Голкипер показывает Идите, идите Константин, куда они должны идти? Ну, об этом мы подумаем уже после игры Наверное, сейчас они должны идти вперед А голкипер постарается выбить мяч Как можно дальше Пас в разрез очень точно Передача-то будет Здесь защита справляется Мяч отобран Александр Самен Посмотрим за этой атакой А вот и финальный свисток Победа Со счетом 1-0 Он неплохо сегодня смотрелся Хороший матч Отлично он сыграл Кстати, забил решающий гол Это так Напоминание Ну, я думаю, что и тренер, и болельщики Все должны быть довольны сегодняшним результатом У него есть повод расстроиться Он очень много сегодня забил Но команда все равно проиграла Не удалось ему ничего организовать За весь матч И вот только тот единственный эпизод с ударом вспоминается А в остальном очень неудачный удар